Здравствуйте! Сегодня мы будем шить мягкий берет. Вот такую я сделала выкроечку. Все сантиметры здесь указаны. В длину 21 сантиметр. Здесь самое широкое 11 сантиметров. А, здесь замерено. Вот 7,5 сантиметров. Здесь значит 11. Внизу тоже 7,5 сантиметров. Надо на мягкий берет 8 клинышков. С чего мы будем шить? Ну, норка чулком найдется не у каждой хозяйки. А вот старые норковые шапки найдутся практически в любом доме. Мы будем шить этот мягкий берет из старых двух женских шапок. Я, правда, уже начала и шапочки старые распорола. Как бы не думала снимать мастер-класс. А потом все-таки решила, что неплохо бы такой мастер-класс снять. Вот, допустим, у вас шапочка, да? Пошитая на колодку. Она твердая. Отпарываете подкладочку. Все это разбираете. Вот осталась внутренняя часть, то есть старые шапочки. Допустим, здесь мех. Значит, распороли здесь вот пришивается. Меховая часть до подкладочки. Отпароли все это дело. Вот конкретно эта шапочка, которую я распарывала, была очень нажелатиненная. Вот этот вот, значит, ватин. Иногда шьется с ватина, иногда с фетра. То считается более правильной профессионально. Это с ватина. Но тоже шапочка держала форму очень хорошо. Вот эта часть, значит, была настолько нажелатинена, что пришлось мне, когда я отпорола подкладочку, пришлось сюда наливать прямо водичку. Ну, смачивала губочкой. И даже немножко тут водичка была. Еле-еле с трудом оторвала, значит, меховую часть. Потом, значит, разбила эту меховую часть на щит деревянный, чтобы, значит, наша меховая часть приобрела плоскую форму, чтобы можно было кроить. Ну, к сожалению, уже разбила. Это показать вам не могу, но немножко сняла мастер-класс. Смотрите, внизу ссылочка, как разбить шкурку меховую. Значит, разбили мы. Все, наша шкурочка плоская и выкроили 8 клинышков. У нас две шапочки, одна окрашенная, поэтому черная. Ну, будем чередовать. Будем чередовать наши клинышки, потому что они чуть-чуть отличаются по цвету. Один клинышек темный, другой светлый. Темный, светлый и так далее. Ну, я уже вырезала клинышки. Ну, немножко вот тут осталось, могу показать, как резать аккуратно, чтобы не повредить наш мех. Я обыкновенным лезвием пользуюсь. Вот, вычертили клинышек наш. Приподнимаете немножко мех, держите на весу и вот таким образом режете. Режем кожевую часть, меховую часть, ни в коем случае. Режем аккуратненько, не торопясь. Вырезаем, как я уже сказала, восемь клинышек. Ворсичку вот так лишнюю оббираем ручками. Кидаем в мусорку, чтобы она вам не мешалась, чтобы вы не дышали ворсой. Вот таким образом. Значит, шьем обязательно надеваем наперсочек. Вот я уже начала. Совмещаем срез один, другой. Шкурочка у нас, правда, не высшего качества, на том простом основании, что эта шапка старая. Обязательно продеваем иголочку через ниточку, чтобы узелочек не развязался. И шьем через край. Можно шить с корняжным швом. Это когда, значит, два раза прокалываем в одно отверстие. А можно просто через край. Шьем примерно 2 миллиметра один стежок от другого. И так сшиваем все восемь клинышков. Начинаем отсюда и заканчиваем здесь. Соединили мы наши 4 клинышка. Вот здесь вверху они должны совпасть. Вот так аккуратненько. Если у вас нет опыта сшивания меховых деталей, можно, значит, сделать вот такие закрепочки через 5 сантиметров. Тогда вам будет легче сшивать и здесь все сойдется идеально. Забыла еще сказать направление меха. Значит, здесь ставим направление меха. Даже эту стрелочку можно сделать побольше, пожирнее, чтобы вы не ошиблись. Значит, направление меха снизу вверх, конечно же. Потом расческой шапочку эту начешите в обратную сторону. И ворса будет именно такая пушистая. Ну вот, значит, здесь 4 детальки у нас и здесь 4 детальки. Теперь обязательно надо совместить центр с центром и сделать, значит, несколько таких вот закрепочек. Чтобы уже окончательно было у нас все аккуратненько. Делаем закрепочки и соединяем все это. Продолжаем шить наш беретик. Значит, верхнюю часть беретика мы пошили. Получился вот такой беретик. Не маленький, надо сказать. Значит, если у вас лицо, допустим, полное, большой размер головы, вам большой берет подойдет. Если у вас размер головы небольшой и лицо неполное, то в та выкропе, которую я показывала, можно уменьшить немножко. Если там по горизонтали было 11 сантиметров, можно уменьшить до 10, чтобы берет не был большим. Чтобы он подходил к вашему лицу. Еще один момент. Чем больше ворса на норочке, тем зрительнее больше будет казаться берет. Так что это тоже учитывайте. Если у вас норочка пушистая, а вы хотите беретик небольшой, то стоит уменьшить выкройку немножко. Так, сейчас мы приступаем, значит, к ободочку. Здесь у нас будет ободочек. Ну, ободочек можно сделать пошире, конечно. Конечно, я сделала его очень узенький. Просто, как говорится, вот насколько мне хватило меха. Длина ободочка, значит, размер вашей головы, плюс пару сантиметров. Вот здесь внутри будет пришиваться какой-то синдепончик, чтобы впритык на колбу не сидел этот ободочек. А чтобы было мягонько, и тогда будет лучше шапочка сидеть. Значит, пару сантиметров прибавляем на синдепончик. Ширина, значит, ну, если у вас мех позволяет, то сделать сантиметра 4 ободочек, даже 5, даже 6, очень даже будет хорошо. Вы можете его свернуть в два раза, и внутри тоже будет мех. Не только вот здесь, но и внутри будет мех. А так как меха мало, значит, здесь у нас будет обработка, обработаем край косой беечкой. Выкроила косую беечку по косой. Это для того делается, чтобы потом легко к этой косой бейке пришить подкладочку, которая будет у нас здесь внутри. Подкладочка будет на синдепоне. Так, еще один момент. Значит, когда я кроила наши клинышки, клиентка у меня округлолицая, и поэтому будет красиво, если берет будет объемный, как у меня в данном случае. И вот здесь, значит, каждый клинышек я немножко буду присобирать. Значит, раз у нас 8 клинышков, вот этот, значит, ободочек я разделила на 8 равных частей. Сделала пометочки здесь. И вот теперь, значит, можно будет сделать такие закрепочки, вот таким образом, чтобы видно было, сколько присобрать наш клинышек, чтобы присборочка была именно равномерная. Итак, сейчас приступаем обрабатывать, значит, наш ободочек косой беечкой. Обрабатывать будем на простой подольской машинке, которая не приспособлена к меху, поэтому будем немножко здесь хитрить. Внизу располагаем косую беечку, сверху располагаем наш ободочек меховой. Значит, чтобы лапка хорошо шла по кожевой части меха, можно подложить газетку. Хотя она такая тверденькая, можно попробовать сначала без газетки. Косая беечка пускай будет выступать на полсантиметрика. Так, какой-то иголочкой подправлять будем мех для удобства. Косая беечка пускай будет выходить. Так, пробуем сначала без газетки. Потому что у нас шкура твёрдая, старая. Вполне возможно, что машинка будет шить. А вот если шкурка у вас пластичная, она тянется, вот тогда не будет машинка строчить. Тогда вверху можно проложить газетку. Ну, у нас машинка справляется. Шовчик по меху делаем. Ну, совсем маленький, практически миллиметрик. Полтора, потому что меха у нас мало. Косую беечку мы пришили. Теперь огибаем наш краешек. Вот таким образом. Здесь у нас маленький шовчик, ничего страшного. Сделаем вот так 0,5 и прострочим. И потом здесь будет крепиться наша подкладочка. Это очень удобно. Забыла ещё сказать, что кто не знает, как померить размер головы. Это тоже очень важно, чтобы правильно померить размер головы. Значит, сантиметровой ленточкой меряете в той области, снимаете все заколки, чтобы ничего этого не было, потому что можно тут такое наградить, что никакая шапка не налезет. Вот. И сантиметровой ленточкой замеряете вот именно в том месте, вот как у вас, как вы будете шапочку носить. Вот, допустим, там. Так вы будете берет носить. Хотела показать, как я ободочек окантовываю косой беечкой. Ну, думала, что сняла видео. А ну, камера разрядилась. Ну, короче, вот пришила я ободочек. Вот строчечка пришила. С другой стороны косой беечкой окантовала. Сюда вставила, значит, ну, ткань в данном случае у меня вельветовая. Можно тоненькую полосочку драповой ткани пришить. Или ватинчик, или синдипончик. Что-то мягенькое. Что-то мягенькое, чтобы краешек не был таким тоненьким. И решила проложить здесь даже вот резиночку. Она будет немножко стягивать. Ну, а теперь берем и закрепляем. Здесь за строчечку, а здесь за нашу косую беечку. Крепкой-крепкой ниточкой. Вот так закрепляем. Потом займемся подкладочкой. Дошили мы беретик. Вот такой беретик получился у нас. Восьми клинка. Теперь будем заниматься подкладочкой. Подкладочку будем кроить на синдипоне по той же выкрычке, с которой кроили основные детальки. Здесь, разумеется, прибавляем по сантиметру на шовчике. Внизу сантиметра три надо прибавить. Складываем, если обычно мы складываем лицо к лицу, ну, а здесь у нас синдипончик и прочертить проблематично. Поэтому можно сложить и знатночкой вовнутрь и выкроить. Сразу по две деталечки можно кроить. Потом сострочим их на машиночке. Вставим вовнутрь и пришьем потом. И так строчим. Пошили мы нашу подкладочку также с восьми клинышков. Теперь будем пришивать подкладочку к шапочке. Шапочку вывернули наизнанку. Подкладочку вывернули наоборот на лицевую сторону. Вкладываем вовнутрь подкладочки нашу шапочку. Краешек закрепляем здесь иголочками, чтобы равномерно все было. И теперь начинаем пришивать. Вот таким образом. Ниточку берем крепенькую. Вот, значит, у нас наша косая беечка. Ниточка, чтобы располагалась внутри косой беечки. И вот так вот через сантиметрик закрепляем в круговую. Дошили мы беретик. Вот такой беретик получился у нас. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин